у нас в гостях человек который занимается профессиональная к 1 тимур айляров добрый вечер тимур спасибо что пришли к нам в студию ну вот связи с последним боем хотелось бы вас чуть-чуть попытать здесь тоже в студии что за турнир то от нефти какую играет роль в вашей карьере нужен не нужен важные и вообще самом боя очень эффектно был чуть-чуть о противники расскажите что знали как готовились тот нефть это очень значимый для меня турнир так как в 2008 году первое единственное поражение произошло там на том турнире и в этот раз я настроен серьезно я хочу его выиграть в 2008 году он еще был чемпионат россии сейчас он уже вышел на мировой уровень и сейчас проводится но приглашаются бойцы с разных уголков мира это израиль голландия самые сильные бойцы голландия да я считаю то что там самая сильная школа и сейчас этот турнир так развился мы готовились в москве и в казани тренер руслан кривуша очень грамотно изучили моего соперника и то и в интервью я везде говорил то что первый раунд будет разведка во втором раунде я постараюсь накоутировать своего соперника что и собственно произошло вы выступаете за татарстан на этом турнире выступаю за татарстан я выступаю за клуб golden tiger клуб моего товарища тиграна и бывает у нас с ним сотрудничество идет поэтому сейчас планируем открывать сеть клуба здесь у нас в осетии развивать вид спорта и смешанное деборство и также к один кто ваш первый тренер по какому виду и чем вообще еще занимались честно много видов спорта поменял в детстве играл в футбол как все боролся бои боролся тоже и боролся и футбол играл и и на танцы осетинский ходил так и не научился танцевать есть честно о чем я сильно жалею первый мой тренер это был игорь иванович таймазов я ему очень сильно благодарен за базовую школу сейчас по сей день я тренируюсь у михаила весницкого это секса кикбоксинга и в москве тренер руслан кривуша наши ребята если в этом клубе наших ребятам нету сейчас я должен был поговорить с тренером вот один парень маргив со словом чемпион европы он сейчас хочет тоже к нам перебраться туда я считаю то что он талантливый спортсмен и я думаю у него все получится я тренирую с кем я сейчас тренируюсь там в москве это я считаю то что это звезды именно и к 1 и мм это тоже сергей харитонов то джабара скеров то алим навеев и очень нас дружная команда и мне очень приятно с теми людьми заниматься тренироваться вместе а что у нас происходит в осетии с профессиональным к 1 руслан караев вот это единственный человек который прославил не только осетию и в том числе нашу страну россию это единственный представитель к 1 сейчас на прославной ринге представляю осетию я вот тот же марат поростаев есть такой молодой перспективный парень и он тоже тренируется у тренера михаила весницкого я считаю то что у него все получше сейчас он переходит во взрослые уже исполнилось 18 лет и сейчас будет выступать среди взрослых там в каком возрасте вот в идеале нужно заниматься профессиональным к 1 чтобы это не особо было опасно для здоровья не знаю там вот тот же алим набив с нашей команды он уже с 15 или 14 лет выступает по профессионалам но совсем молодой ну и вот нормально сейчас у него уже 32 профессиональных боя у меня например получилось то что я 18 лет вышел в рим потом у меня долгий перерыв был и вот сейчас я недавно опять начал и профессионал выступать а с чем была связана ваш длительный перерыв я выступал по любителям выступал среди спецподразделений тоже и предложение особых не поступало и вот сейчас вот когда уже у меня хороший тренер хорошая команда и уже там ну по любителям у вас большой список ну по любителям да у меня уже где-то за за 200 боев ушло точно не в разных видах я сразу везде где можно было бить руками ногами я где-то выступал практически где еще хотите себя попробовать ну поступает приложение вот поймала выступить ну за душа не лежит или пока не лежит может быть пока не лежит да и сейчас у меня планы на раздел к 1 я хочу выступать только пока один какие перспективы в к 1 что впереди какие турниры куда готовитесь сейчас у меня вот 26 февраля будет бой турнир джипро в москве соперник дэни денисенко очень серьезный соперник и я вот улетаю завтра на сборы в москву и там будет подготовка непосредственно к этому бою а так планирую вот сейчас самое главное тоже для меня выиграет кубок татнефть забрать пояс титул чемпиона мира к чему вы идете помимо татнефти кубка татнефти ну сейчас самая мощная организация считается glory и к ней наверное идем с кем хотелось бы в к 1 встретиться на ринге наверное хотелось бы самым сильным сейчас считаю то что несмотря на то что всем 7 килограмм по сейчас у канадца но я бы хотел встретиться с ники хольскому я считаю то что он самый сильный соперник и что февраля сейчас будет выступать с моим товарищем с александром статуренко это мой спарник партнер и наш товарищ по клубу будет очень серьезный бой я хочу пожелать ему удачи александру статуренко желаем удачи всем вообще спортсменам нашим особенности а связано со спарринг партнерами нет проблем у вас не сейчас нет когда находился здесь тренировался были ситуации то что ну именно с работой ног никто с тобой не стоит спарринге в основном ходили в локомотив на досах там спарринговались боксерами это тоже хорошая практика хорошая школа но все равно кикбоксинг и бокса два разных вида спорта сейчас москве все нормально да сейчас да нормально много спарринг партнеров и и разновидность того что ты можешь и с одним из высокими с низким ну есть именно по физической подготовке есть тренер и реабилитолог он реабилитолог когда у тебя травма или что-то этот николай влой фон помогает он залечивает наш травмы физическую подготовку отвечает эдди кундухов и вот в плане сейчас удары подготовки это вот руслан кривушево на и руки и ноги и колени все универсал да а как вот после травм вы приходите в себя сколько на это уходит время и вообще как реабилитация проходит реабилитация проходит вот сейчас я прилетел здесь и небольшая там травма главная я вот николай помог мне вылечил меня сейчас завтра улетаю уже буду полноценно тренироваться заниматься травм происходит не во время боя в основном они получаются на тренировках за короткий период времени я считаю то что тем более сейчас медицина на таком уровне то что можно быстро залечить все свои травмы я смотрела ваш бой у вас очень много поклонников не только в осетии вообще по всей россии вот приятно бывает когда вот тебя поддерживают так азартно бурно еще свои приходят конечно приятно да вот сейчас например в той же казани когда где-то 90 человек вот футболки в которая выходила у них с моей фамилией ну были такие же футболки и на трибунах и ну и очень тот же муфти главный пришел болеть за меня тоже много таких серьезных людей тоже пришли более за меня и я как бы чувствовал груз ответственности немного перенечил в первом раунде во втором собрался уже и довел бой до конца вот тренером тебе подсказывал я слышала ты выполнял все все его указание в принципе пришел к нужному результату как часто приходится по ситуации много шума болельщики тренер кричит тут бой идет то есть вот это вот все отвлекает и не всегда наверно приходит взять себя в руки и собраться в данном случае ты собрался спортсмен профессионал должен всегда очень внимательно и слушать только своего тренера и все то что тебе с угла тренер кричит должен это все подсказки я как бы внимательно слушал и все контролировал всегда следуешь этому ну стараюсь всегда бывают такие ситуации когда вот ты понимаешь тренер говорит одно а ты в ринге видишь что нужно менять тактику что уже этой стратегии ничего не сделала по ходу боя ты если грамотный боец спортсмен ты должен перестраиваться уметь перестраиваться где-то встать в другую стойку там поменять там в левшу в правшую пойду да я считаю то что бывают такие случаи то что надо поменять тактику в ходе боя всегда ли это играет тебе на руку ну да получается кто для тебя ориентир в каме кумир кумиров так нету есть честно но мне нравится бадра хари умер для многих о зрелищный боец и все его из этого любят все любят что народного хлеба и зрелища поэтому все любят к делать нокаут иногда он всегда хотелось спросить бойца вот человека которого ты нокаутировал понятное дело что человек получил травму да по большому счету выбит из колей на какое-то время вот бывает такое что совесть не заедает что человек из-за тебя пострадал по сути да я понимаю это спорт ну думаешь иногда своем сопернике например вот был момент когда вот недавно коленом в прыжке своему противнику сломал нос и вот вот в этом случае мы как-то было не по себе реально было жалко парня так понимаешь то что если не ты то у тебя да и вот это тут играет роль ну в ринге это понятно нужно быть максимально собранными и работает только на себя а потом после соревнований вот ты знаешь что ему плохо он в больнице не думаешь а не а потом после боя после видите то что мы друг друга уважительно обнимем там подойдем сюда и вместе потом или банкет или что-то посидим пообщаемся уже этого не бывает такого уже становимся друзьями а вот со своими соперниками остаешься другом или просто побоксировали и разошлись остается бывают и друзья есть такие с кем разошлись там это же было случае в основном все дружные все общаются для тебя важно как ты готовишься в моральном плане психологически подходишь в психологический момент я считаю где-то 70 процентов не столько сколько ты готов там или физическое просто от настроя очень многое зависит как ты себя настроишь как ты выйдешь все я считаю вот этот момент вот даже даже на взвешивание как взвешивание дуэль взглядов идет именно уже тут начинается за борьба и на психологическом момент как ты посмотришь на соперника сломается он не сломается вот этот именно психологическом момент он решает все это самое может даже не сесть даже восемь процентов и конечно же твоя работа с твоими спарик партнером с тренером это тоже много ну вот когда бывает взвешивание ты сразу понимаешь по глазам этот соперник тебе по зубам но добавля вот последний соперник он очень себя раскованно вел очень дерзко и он есть сейчас на и на взвешивание очень сильно разлил и поэтому я и тренеру сказал и то что буду колокирую вода кто помогает настроиться еще психологически так помогают и мои близкие моя супруга они все поддерживают меня но я считаю то что уже где-то за может не 5 надо отключаться от всего никаких социальных сетей никаких телефонов и сам только ты и тренер а чем еще помимо к 1 ты вообще в жизни занимался что тебе интересно и может быть чем хочется заниматься еще я хочу сделать свой клуб профессиональный открыть здесь в осетии потому что очень много талантливых ребят есть которые могут в те же и все везде именно мма смешанные борства очень есть талантливые ребята я хочу именно собрать их всех и я считаю то что нужна для них поддержка они ничем не хуже чем те же ребята из дагестана наши тоже товарищ поэтому я считаю я буду заниматься этим планирую вот помогать своей молодежи помогать осеть ну вот в вольной борьбе и в мм и как правило у нас соперники основные это дагестанцы а в к-1 кто основной соперник для осетей для россии вообще в целом в к-1 я считаю то что дагестанцы они везде хорошие ребята они в к-1 они сейчас занимают то что я считаю у них открывают очень большие клубы у них есть места где тренироваться и очень сильная поддержка что отсутствует здесь у нас если нашим ребятам дать вот эту этот толчок это поддержку то они на голову будут выше есть люди которых хочется поблагодарить ну конечно же есть такие люди которые непосредственно помогает мой друг амиран это арсен сульмач фазаев которым я очень сильно благодарен за их поддержку болельщикам хочу сказать то что я буду радовать их своими яркими победами дай бог 31 января в краснодаре провел свой четвертый рейтинговый бой профессиональном ринге наш боксер легкого веса георгий челохсаев его соперником был роман иванов четыре раунда по три минуты должны были боксировать спортсмены но георгий решил завершить встречу раньше весь поединок наш боксер заняв лидирующее место в ринге работал первым номером прессингуя соперника разными комбинациями ударов оппонент крепко стоял на ногах несмотря на жесткие удары георгия и огрызался но это продлилось недолго в первом же раунде иванов отправлен был в нокдаун в третьем раунде челохсаев забил массированными ударами своего оппонента в результате которого он поплыл и поединок пришлось остановить объявив технический нокаут роману иванову таким образом в активе нашего профессионала третья победа вторым нокаутом в своем активе мы очень грамотно подготовились моим тренером андреем и печком у нас был большой сбор подготовка к этому бою где-то месяц подготавливались по две тренировки было напряженный график соперник был непростой он опытный крепкий физически не проигрывал нокаутом до этого мне очень нравится краснодар я и когда полюбителям боксировал тоже пару раз здесь в баскет холле боксировал по любительским соревнованиям но в профессиональном спорте у меня дела складываются намного лучше мы с геором работаем уже год как он ко мне переехал в москву мы с ним работаем ну соперник скажу так крепкий стойкий но ничего особенного для на данном этапе для геора это то что нужно чтобы поверить себя в свои силы он четко выполнил задачи установки то что мы делали я им доволен будем анализировать дальше смотреть все это дальше развиваться дальше расти дальше всех бить здесь за нами будет будущее я доволен его боем доволен то что он сделал то что он исполнял то что он меня слушал недостаток опыта недостаток боев но это все восполнится это он молодой перспективный ну есть да есть у нас там предложение если мы рассматриваем но мы будем стараться делать так чтобы по бою в месяц он пока делал потом мы думаем с ним в америку поехать в америке там бобой 2 провести так как у нас промоутерская компания и федерация профессионального бокса по юфо и скфо содействует работает вместе значит мы проводим такие турниры для того чтобы если есть интересные ребята интересный материал они за себя проявляют на этом турнире и следующие большие шоу которые мы делаем обязательно мы их выставляем так чтобы не застаивались постоянно культивируем отсеиваем выводим интересные моменты какие-то сейчас вернулся недавно из лос-анджелеса посмотрел там систему тренировок познакомился с тренерами я думаю каких-то ребят именно интересных с изюминкой будем выводить на американский рим посмотрим на данном турнире должен был боксировать еще один наш спортсмен перешедший в профессионалы за урубек дзебисов к сожалению противник его отказался от боя и теперь заур будет боксировать лишь в марте впереди у ударников насыщенный месяц на соревновательные этапы и титульные бои как сложатся поединки на каких рингах и с какими результатами покажет время следите за эфиром оставайтесь с нами на канале а лани до встречи до встречи